Удовольствия у нас начиналась на одном числе, заканчиваясь на том, что вы сами выслушали? Нет, ребята, вы пытаетесь анализировать вот это решение и говорить, что если мы из него какой-нибудь выстрел пропустим, то тогда ничего не получится. Господа, обычно в математике задачи о том, что что-то нельзя сделать, гораздо более трудные и в некотором смысле гораздо более ценные, чем задачи о том, что что-то можно сделать. Вот смотрите, в общем, и в жизни чаще всего так. Вот смотрите, то, что называется инженерное дело. Ну как, инженеры сделали мост, сделали здание какое-нибудь, сделали, я не знаю, стиральную машину. Это что такое? Это люди изобретают, придумывают некоторые новые материалы, придумывают новые технологии, как, что сделать, отлично. А вот дальше в какой-то момент это придумывали, придумывали, придумывали. И уверяю вас, придумывали вовсе не последние сто лет. Скажем, дороги люди строили несколько тысяч лет назад, и тоже были технологии, это тоже было непросто. Не думайте, что они там бегали, так сказать, с дубинками, да? Ничего подобного. Уже несколько тысяч лет человеческая цивилизация пользуется вполне серьезными технологиями. А потом приходит физик, на основании огромного, накопленного к этому моменту опыта, говорит, «А я знаю закон сохранения энергии». Может быть, слышали, что это такое? Энергия не может возникнуть из ничего. Вот если у вас есть какая-нибудь энергия, скажем, там, не знаю, подняли груз, то он, конечно, может спуститься, при этом совершить работу. Или вода там на большой высоте находится, она, конечно, может упасть и там вращать турбину, вырабатывать электричество. Замечательно. Но после того, как груз спустился, там энергия, что называется, освободилась, уже все. Закон сохранения энергии. Никто никогда не сможет. И, ребята, в физике из этого самого закона следует очень много, очень всего интересного и замечательного. Есть и другие такие же запреты. Вот, например, в начале 20 века был найден великий запрет. Никакое тело не может двигаться быстрее, чем свет. Вот есть скользь света примерно 300 тысяч километров в секунду, там чуть меньше. И все. Быстрее двигаться нельзя. Как ни странно, физики из этого запрета навыводили огромное количество всяких совершенно потрясающих штук, вплоть до атомных электростанций и чего только другого не напридумывали. Ребята, когда вы говорите, что что-то нельзя сделать, вы на самом деле поднимаетесь в не в том смысле на ступень в сознании. Потому что можно сделать. Это просто рецепт. Ну, в реале, важный рецепт. Я не говорю, что инженер не нужны, да? Если бы их не было, то мы бы сейчас в лесу бегали, и нам было бы очень плохо. Но есть рецепт. Вот сделай так, так и так, получится стекло. Сделай так, так и так, получится железка. Сделай так, так и так, получится компьютер. А есть понимание процесса. Что бы вы ни делали, но если у вас не было золота и не происходит атомной реакции, то золото и не получится. Это результат работы огромного количества средневековых алхимиков. Они искали, так называемый, философский камень, искали способ получения золота из каких-то неблагородных металлов. И, между прочим, это было наукой. До того момента, пока химики не поняли, что это вообще нельзя, это была весьма себе наука. Даже великий Ньютон этим занимался. И Саак Ньютон, создатель физики и математики, заодно был начальником королевского монетного двора английского. И занимался вот этими их исследованиями. Потому что это была наука в тот момент. А в какой-то момент химия поняла, что есть запрет. Что есть отдельно атомы водорода, отдельно атомы кислорода и так далее. Так вот, ребята, сейчас мы. Но, разумеется, в гораздо менее важной ситуации, потому что у нас всего лишь олимпиадная задачка, а не какой-нибудь такой важнейший, как он в природе, да? Но, тем не менее, в этой олимпиадной задаче мы сейчас приблизились вот к этому уровню. Когда мы должны понять, а почему нельзя быстрее? Почему нельзя быстрее? И смысла насмотреть какой-то конкретный способ стрельбы. Потому что способов стрельбы может быть очень много. Продолжение следует...